Ну что ж, друзья, очередной долгожданный поединок одного из самых многообещающих полусредневесов в мире и, пожалуй, самого сильного представителя из нашей страны в ММА Шокат Рахмонова уже позади. Этой ночью в Лас-Вегасе он провел свой 14-й по счету поединок в карьере и второй под эгидой сильнейшего промоушена. На сей раз в противоположном углу оказался очередной бразилец Мишель Прозерес по кличке Трактор, которого, кстати, до этого никто не побеждал досрочно, но сегодня система была сломана со стороны казаха. Бой прошел в одну калитку, где в итоге Шовкат удосрочил бразильца. Первую пятиминутку бойцы начали с разведки и обменялись ударами в стойке. После этого Прозерес попытался пройти в ноги, но Рахмонов удачно заблокировал его и перевел в тейкдаун, где мариновал его до конца раунда. Второй отрезок Шовкат начал в стиле Армана Успанова с вертушки и сразу же занял центр октагона. В одной из атак ему удалось потрясти бразильца ударом коленом по корпусу. После этого Рахмонов вновь перевел бразильца на канлаз и сумел провести удушающий прием, заставив оппонента сдаться. Это невероятно, друзья. Деклассировать базового джицера и уничтожить его на его же средеобитания говорит о высоком уровне казахстанца. Хочу подчеркнуть, что у Прозереса в 13 поединках в UFC 45 тейкдаунов и ни один из его соперников до этого не уходил с октагона, будучи непереведенным. Абсолютно каждому из них Прозерес сумел как минимум разок провести тейкдаун, но сегодня система была сломана полностью. Чувствую себя очень хорошо. Рад поднимать флаг Казахстана на мировой арене. Кого хотел бы следующим? Знаю, что заслуживаю место в топ-15. Надеюсь, мне удастся сразиться с кем-то оттуда. Сейчас вернусь домой и обсудим с командой. Постараюсь вернуться как можно скорее, сказал Рахманов после боя. А затем нашел время записать пару слов своим землякам. Ну что ж, кто-то на словах рвет и мечет всех и вся, а кто-то тихо мирно делает свою работу. 14 боев, 14 побед, причем все досрочные. Он определенно знает, где находится его цель и как к ней приблизиться. Так что давайте просто насладимся моментом и будем тихо наблюдать, что из этого выйдет в итоге. Ну, как-то так. Всех поздравляю, ждите еще пару роликов и надеюсь, вы поможете своему любимому каналу выйти из говна. С вами был MMATZ, всем до новых выпусков.